Особое мнение на 101FM Лариса Анатольевна выступала в течение 25 минут А так как весь круглый стол, насколько я помню, должен закончиться, был в 12.50 То выступающим было не так много времени отведено Я услышал выступление трех мам, будем так говорить Женщин, которые возглавляли какие-то так называемые группы активистов Общественное объединение родителей, чьи дети не попали Там среди них были многодетные мамы То, что они высказывали, на самом деле, они это высказывали достаточно эмоционально Но это было все правда о том, что они говорили Я, конечно, понимаю состояние того родителя, который живет в центре города А ему выделяют место в поселке Сидоровка Который находится на расстоянии определенном, немалом Где еще и дорога не совсем нормальная в этот населенный пункт Понятна реакция этих родителей И мне непонятны действия тех чиновников администрации Которые выдают такие путевки Любой ценой выполнить план Это, наверное, совершенно неверное решение Надо находить другие методы и способы Быть хорошими лоббистами в городе Москва За счет федеральных программ Строить садики Говорить о том, что у нас будет демографическая яма Это вопрос такой Как мне кажется Мол, давайте подождем у нас Да, немножко Имеет разные оттенки И нормальное Или укропнение садиков Где переполнение, как и в школах Что еще страшнее То есть не создание нормальных условий Для посещения их Это не совсем верное решение И в тех местах, где мы ведем застройку Администрация в первую очередь должна думать О инфраструктуре, которая будет создана для жителей Это не задачи застройщика Застройщик имеет задачу получить прибыль А задача депутатов и администрации города В том, чтобы им было там комфортно жить И это в первую очередь Задача администрации создать комфортные условия Для проживания Жителей муниципального образования В котором мы находимся И мы выбираем И назначаем этих администраторов Один из главных вопросов, Юрий Львович А жители-то будущие этих новостроек готовы? Возможно платить больше за квадратные метры Если там будет еще и социальная инфраструктура Предусмотрена и детские сады А как это связано? Так мы же все считаем, что это автоматически удорожает Стоимость квадратного метра Когда застройщик берет на себя еще обязательства По возведению социальных объектов Нет, я не прав Социальные объекты должны кто строить? Государство Государство, муниципалитет Муниципалитет То есть вы говорите о конкретном выделении денег Из муниципалитета В новых микрорайонах На строительство Или застройщик должен получать определенные преференции За счет этого строить инфраструктуру Как делается во многих городах И рядом с нами близлежащих И в других городах Такая практика есть И там, где ведется интенсивное строительство В первую очередь надо думать о инфраструктуре Мы говорим не только о детских садах и школах У нас вскоре возникнут проблемы с дорогами В новостройках Они не совсем не везде строятся И сдаются в муниципалитету В тех параметрах Которых они обязаны быть У нас есть строители Которые покрывают ее дорожными плитами Эти дорожные плиты По моему пониманию Через 2-3 года начнут двигаться И даже если там будет асфальтовое покрытие На этих дорожных плитах То его порвет понятно что Со всеми вытекающими последствиями Ну у вас вот сейчас кстати есть уверенность Что отныне новая Ну новая мы еще называем все ее Да команда Городской администрации Добьется того Чтобы застройщики новых микрорайонов Все-таки социальную инфраструктуру Возводили и разограли Я думаю что понимание Как я вижу Понимание в администрации Этого вопроса есть Хватит ли сил и воли Выполнить свои же решения Я пока не знаю Наверняка на встрече там звучат претензии От родителей такого рода Ну вот неужели городская администрация Не может просчитать заранее Кого в какой садик Я имею ввиду Ребят отправить Вот человек родился Еще три года Есть до того Как он собственно пойдет В детский сад Ну видать не до того Была предыдущая администрация Она этим не особо озадачивалась Так чем парировала Городская администрация Я не услышал ответы Ну про строительство новых садов Говорили О том что Это сразу было в докладе Шесть садиков должны быть введены В эксплуатацию Это уже как мантра у нас звучит Шесть садиков Да Ну я думаю что Идет речь о преобразовании Бывших детских садиков Ну то есть о возврате Есть в отдельных районах города Возможность возврата Ну после соответствующего ремонта Восстановления Бывших детских садиков Доведение их до стандартов Существующих на данный момент И таким способом Это хороший Как мне кажется Способ решения проблемы Насколько Особенно в старой части города Это один из Самых вероятных способов Решения проблемы Насколько вы часто у себя В депутатском Мукурге В заречной части города Сталкиваетесь с такими вопросами Систематически Много жалоб на Недоступность детских садов Садовый А школы еще больше Как кстати в заречной части С учреждениями для детей Ну вот в Озерках будет строиться В Озерках Когда В 19-м году В 19-м году планировали Да Но у нас есть же еще Кабинтерн Ну там рядышком Да У нас есть ДСК И со школами там Очень серьезная проблема Хорошо Больше 50% школьников Входят во вторую смену Больше 50% Больше половины Во вторую смену Да Это при том Что у нас Неудачная инфраструктура Общественного транспорта И для дошкольного там Образования Посещения секций И других Ну плохая возможность В 14-м округе Я уже неоднократно Ставлю вопрос И думаю что в сентябре Все же администрация города Какой-то план Преобразования работы Общественного транспорта Все же доложит В смысле до конца сентября Или в следующем сентябре Нет в этом сентябре В этом сентябре Вы имеете ввиду 19-й год Нет в 18-й год До конца этого месяца У них такая задача стоит Потому что Транспортная доступность Вот у меня в округе Очень плохая Нареканий На работу Общественного транспорта Масса Мы еще говорим О доступной среде О том что Инвалиды должны У нас в транспорте Общественном Перемещаться А этого нет Это очень плохо В вечернее время Люди не могут Никак уехать Из города В Коминтерн Так и обратно добраться Какие шаги-то нужно Предпринять на ваш взгляд Продлить работу Конкретных автобусов Конечно Увеличить количество автобусов Добавить маршруты Добавить емкость автобусов Продлить время Раз мы не можем Обеспечить Музыкальными школами Спортивными секциями Ну и другими вещами В 14-м округе Людям приходится Ездить в другие части города Значит надо обеспечить Транспортную доступность Раздать каждому По машине Это не решит Проблемы Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Подошло время Небольшой паузы Прервемся на полминуты И вернемся Особое мнение На 101FM Юрий Львович Да Часть избирателей По мнению Кропонева Не доверяет думе Поскольку Та себя дискредитировала Поддержкой Сомнительной С точки зрения Закона Сделок В частности Это дело Парка Победы Вот Ну что могу сказать Я прогнозировал Явку Очень низкую Тоже Я сам занимался В этот раз выборами 8% Да Я прогнозировал 6-7 Ну вот видите Было 8 Вы Представляли Собственно Павла Вольничука Да Я помогал ему В выборной компании Поэтому И Технологическая Часть Предвыборной Агитации Была выстроена Под Такую Низкую Явку Почему такая Низкая Во-первых До выбора Всегда низкая Явка Ну и тем более Большой Информационной Работы По Тому Что пройдет Выборы Ни городская Ни федеральная Власть Не делала И прогнозировалась Очень низкая Явка На самом деле Поэтому Надо было Привести Своего избирателя Что было и сделано И все Вы об этом Говорите Честно Так Я Как можно По-другому Говорить Это не хорошо Неплохо С точки зрения Демократии О том что Соглашусь Что не все знают О деятельности Депутатов Это недоработка Как депутатов Так и в целом Администрации И самой Городской думы А давайте сейчас Поподробнее Потому что Бюджеты На информацию О деятельности Депутатов Они просто Мизерные Ничего собой Не дающие Нет возможности У депутатов Донести Информацию Своей деятельности Даже встречаясь Систематически Во дворах На улицах Я Такие встречи Провожу Ну вы сами понимаете Что Организовать Какую-то там Многотысячную явку Это абсурд Ну это нереально Люди заняты Им есть чем заняться Какие-то вещи Они присобираются Ты их выслушаешь Они тебя выслушают Но Полной информационной Политики Которую должна проводить Городская дума С теми ресурсами Которые выделяются В бюджете Даже не серьезно обсуждать А как это должно выглядеть Поясните Как опытный Медиа менеджер Я сравнивал Какие должны быть бюджеты Давайте мы не будем Сейчас цифры озвучивать Я скажу Как система должна работать В ближайших регионах Бюджеты на информационные Будем говорить На информирование граждан О деятельности Администрации И Деятельности Думы В разы Выше Чем в городе Кира В разы Не в десятки Есть регионы Где и в десятки раз Но нам не надо Этого добиваться Есть сумма Как она собственно Дальше Распределяется Согласно каким Параметрам Не в равной пропорции Между городской администрацией И городской думой На стороне городской администрации Эта сумма Многократно выше Поэтому есть Ну депутаты Которые Можно прийти на ваше радио Высказать свои Еще Иногда депутатам Предоставлять девятка Время Ну это все В рамках Личных договоренностей Или интереса К тому Что делает депутат Социальная нагрузка Для СМИ Ну можем так назвать Да Ну ты же депутат Давай Да А депутатам Проводить полную Информационную Работу За свои За свои средства Ну это нереально Достаточно Немалые средства Надо потратить Чтобы провести Полную информационную Информирование Хотя бы даже Своего округа Ну вот у меня Единственное что удается Что я ежемесячно Собираюсь У нас есть Общественные советы В округе Их не один У нас В 14 округе Так как он очень большой Их несколько Ну там собираются Общественники С ними встречаешься Ежемесячно Но вы понимаете Что проценты общественников И население округа Это несопоставимые Цифры Доносится И та информация Которую я говорю До жителей округа Я думаю что Маловероятно На самом деле Я просто хочу Еще доскональнее Понятие То есть Должна быть Четкая сумма Да В разные превышающие Позволяющие Бюджет конечно Должно четко Медиаплан должен быть Составлен Так называемый Столько-то эфиров На радио Столько-то Телесюжет Нет ну есть разные способы На телеканалах Столько-то статей в газетах У нас интернет есть Ну да На сайтах безусловно Много же способы Сайт очень неудачный Вот у городской думы Мало информативный Над ним работают Вот пример Сайт законодательного собрания Считаю что Один из лучших Российской Федерации И постоянно обновляется Информация в большом объеме С ним удобно работать Сайт который Я просил Переработать Городской думы До администрации руки дошли Сделали работы По рекомендациям До городской думы Не доходят руки То ли бюджета нет То ли желания нет То ли команды нет Не знаю В общем нужно менять Я думаю что я вопрос На стоящем заседании Думы подниму А что конкретно Будете предлагать Увеличивать финансирование Ну во первых У нас же есть Мы когда собирались Начать работу Мы несли свои предложения По изменениям Информационной политики Городской думы Надо понять Что будет Из этого выполняться Или не будет Еще один Юрий Львович Немаловажный вопрос А хочется ли Жителям города Знать и читать И видеть Работу депутатов В СМИ Интересно ли им это Ну я думаю У меня создается Иногда такое ощущение Что вот они Отрезали от себя И все Неправда Неправда Нет Во первых Это касается Самих жителей Те вопросы Которые решают депутаты Они же личные вопросы Сюда приходят решать Это вопросы Которые интересуют Большую часть населения Там города Округа И Жители должны знать Чем Депутат Их округа Занимается Что он делает Что он не делает Чтобы ему Передать еще Чтобы этим заняться Поэтому информационная политика В работе Городской думы Я считаю Должна занимать Очень Ну немалую часть Потому что Те преобразования Которые идутся В городе И они Часто вызывают Негатив Из-за того Что не проинформированы Граждан Когда начинается Со свалками Когда эта работа Идет по Местам Хранения Твердых отходов Это же все Вопросы Которые Через депутатов Проходят И если правильно Проинформировать Проживающих На округе Граждан Понимание Многих Вещей Будет Происходить По другому И не будет Вызывать Той негативной Реакции Которая Иногда Из-за Недоинформированности Происходит И городская Администрация В этом вопросе Не дорабатывает Мы мало Информируем Граждан О том Что должно Или делается В нашем городе Хорошо Представим ситуацию Вы выйдете С этим предложением А вам скажут Денег нет в бюджете Увы Довольствуйтесь Тем чем есть Значит мы останемся С тем С тем мы и живем А вы готовы Готовы сделать Следующее предложение Коллегам По гордоме Ребят Многие из нас Судя по декларациям Люди Обеспеченные Давайте скинемся Это неправильный подход Чтобы эту информационную работу Неправильный подход Нет неправильный Почему Ну во первых Вы что-то так загнули Про декларацию Я там не видел Особо Впечатляющую сумму Но если сравнивать С средними доходами Кировчан Согласно данным Кировстата Это не те средства Которые можно Позволить себе Потратить на информационную политику Да хорошо Далеко Хорошо Давайте вернемся еще К результатам выборов Вы довольны Я не спросил еще об этом Да конечно Вы выполнили задачу Конкретно мы кандидаты работали Это получается Будет самый молодой У нас Депутат В городском парламенте Может быть есть уже Конкретные Наставления Рекомендации Советы Все будет Степ-бай степ Понятно Михаил Ковязин Еще один Собственно Победивший До выборы В городу Кандидат У нас в эфире Он тут прямо Одно из первых предложений Уже в роли депутата Сделал Михаил Николаевич Считает Что нам не нужно Тратить деньги Бюджетные На украшение Театральной площади Я категорически С ним не согласен Совершенно Надо чтобы Среди серых будней Были яркие Прекрасные дни И поэтому Речь может идти Только о рациональном Использовании Тех средств Которые Будут затрачены На украшения города И это должно быть Под хорошим Как государственным контролем Так и общественным контролем Проводиться Я думаю что Должно получить Общественное обсуждение Или по крайней мере На градсовете Утверждаться Структура Эти украшения Ну чтобы это Не единолично Какой-то либо чиновник Принимал Составление этих заданий Сначала этих заданий Субъективному мнению Да Со вкусом У нас в нынешней администрации Сейчас неплохо Надо сказать Они понимают И видели Как это делается Поэтому Я надеюсь Что в дальнейшем Город будет Красиво украшаться Ну даже Это нехорошо Жить среди серых будней Вечно Это неправильно Совершенно решение Это не та экономия Которой надо заниматься У нас есть достаточно Много мест Где можно Реально провести Экономию Но это не тот случай Когда надо Решать детей Например Заменить светильники В городе Заменить светильники Сократить энергопотребление В 5-6 раз Увеличить Освещенность города До нужных параметров Вместе с тем Сохранить Достаточно большое количество Средств Кстати Кировсвет Да ведь Вы знаете На личные средства В этом году Собирается сделать подсветку Какое-то уникальное Здание правительства Не знаю Не слышали Не читали Якобы от своих доходов А бюджетные деньги Я считаю Впервые слышу Что у них там доходы Появились У Кировсвета Презентовано было В СМИ Как одно из самых Прибыльных Муниципальных предприятий Я могу привести цифру Что Кировсвет зарабатывал По тем параметрам 60 миллионов рублей Это когда? В каком году? В 2017 году А на зарплату у них ушло 38 миллионов Вопросы ко мне есть еще? Да в общем-то Вы наверное С Кировскими Это надо обсуждать Отдельно Да Хорошо Нет У нас вообще Хорошо Что администрация Занялась Доходностью Своих муниципальных Предприятий Я думаю Что она возрастет Потому что они Или в минусе В глубочайшем Или в нуле Ну потому что Это Контрольная счетная оплата Этими вопросами Сейчас очень Я помню Мы с вами по-моему Обсуждали это В особом мнении В предыдущем Это вы наверное С кем-то взрослые Нет Мне кажется Помните да Когда Шульгин Как раз обратил На это внимание И выяснилось Что Этого не со мной обсуждали Ни у одного Муниципального Муниципального Предприятия Не запланировано Доходов На этот год Не было составлено Бизнес-плана Срочный сити-менеджер Пнул Что называется Хорошо что он Очень мягко пнул Надо бы посильнее Пнуть Посильнее Так Хорошо Предложение Главного коммуниста Кировской области Сергея Мамоева Это опять таки Вот про театр Ну это глупость Давайте миллионы не больше Он написал Традиционного украшения Тоже глупость Конечно Что значит Миллион Или там Два миллиона Или семьсот тысяч Есть Надо составить проект Исходя из проекта Делать или не делать Вот это другой вопрос Чтобы это было Красивое качество А там Миллион Или шестьсот тысяч Три миллиона Это не способ Метод обсуждения Решения проблемы Хорошо Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Снова рекламу У нас сейчас Еще есть вопросы И вы кстати Уважаемые слушатели Можете тоже задавать Вопросы гостю Особого мнения Специальная форма есть На сайте Кирова.ру В верхнем правом углу Кроме того Позже На сайте нашем Появляется Аудиозапись Особого мнения Видеозапись И Текстовая часть Текстовый вариант Можете заходить Читать Смотреть И слушать Пауза Особое мнение На 101FM У меня сейчас Вопрос Юрий Львович Вам как раз Как я уже сказал К опытному Медиа менеджеру Кинозвезда Там я сказал Ну я имею ввиду Фильм Временные трудности Я думаю Что многие уже Жители города Успели посмотреть Увидеть Юрия Львовича В роли доктора Эпизодическая Но я прочитал На бизнес-новостях Материалы наших коллег Вы там все подробно Рассказали Просто я к чему Я накануне На РБК Прочитал Какие-то ужасающие Цифры По поводу Количества Экранок Которые начали Выкладываться В этом году В социальных сетях В первую очередь В общем там Авторское сообщество Бьет тревогу Давайте что-нибудь Делать срочно Миллиардами долларов Оценивается Убыта В общем Крадут эти фильмы И сразу же Я смотрю такие фильмы И в сеть выводят Вы тоже причастны Нет я не выкладываю Я смотрю Я смотрю Смотрите Может неожиданно для вас Но все-таки Надо ужесточать законодательство Уголовные сроки выводить У нас ведь и так На Казани-то есть У нас все Любое решение Все через уголовные У нас штрафы есть Штрафы Да Но это конечно Ненормально Потому что Производитель должен Получать за пользование Своими ресурсами Определенные средства Своими продуктами Продуктами Конечно Поэтому надо Покупать На платформах Где-то платно Они все Все это есть Цифры Не потрясающие Бюджет Но Будем говорить так Что мы Во-первых Привыкли к халяве Да Во-вторых Мы еще не так Хорошо живем Чтобы Позволить себе Тратить На бесплатное Якобы бесплатное Ну бесплатное Которое есть В интернете Ну то есть Нет этой культуры Пользование Платными сайтами Для видеопросмотров Там Или Покупки музыкальных Произведений Хотя таких сервисов Огромное множество Да Платишь И смотришь В хорошем качестве С хорошим звуком Это все Ну сейчас На пиратских сайтах Качество Выросло Хорошо Подскочило Ну вот Будучи Не знаю В государственной Думе Вы бы что Предложили Не задавался Целью Надо подумать В общем Я подумаю Да Надо вспомнить Что Гордома Нынешнего созыва Функционирует Уже год Год назад Год назад Я уже очитился Перед избирателем Вот пожалуйста Самые основные моменты В общем Гордомы Свои работы Сейчас у вас есть Возможность осветить Вот то что удалось Сделать И за это вам Не стыдно Что не смогли Не успели Не в полном объеме Ну я думаю Что Поднятые мной вопросы По освещенности города Привели к созданию Программы Большой Многолетний Преобразование В городе По освещенности города Можно поподробнее Что за программа Она уже принята Утверждена Но она существует Или коррективы какие-то Она Я думаю Что она будет корректироваться Но Первоначальный план По Так называемой Электрификации города Он Представлялся Администрации города Уже По моей просьбе А потом Я думаю Что в сентябре Будет Рассмотрена программа Преобразования Общественного транспорта Работы Общественного транспорта В чем суть Я не видел еще презентации Поэтому Я задавал вопросы Которые мы с вами обсуждали Это О качестве Обслуживания В основном касается О доступности Транспортной Вот эти вопросы Должны Быть Администрации Священной Ну я не буду говорить О тех частных вопросах Обращения граждан Которых там Приходилось решать То есть их можно выделить Самые какие-то типовые Да Они все одинаковые Да это Вопросы ЖКХ В основном Вопросы ЖКХ Обеспечение лекарствами Ну много других там Жильем Ну их Десятки возникает Что-то приходило Удавалось оперативным путем Решать Что-то откладывалось Ну по крайней мере Мы наблюдаем О том что Есть работа Над наказами Избирателей Очень хорошо Поступила Елена Васильевна Ковалева Когда все наказы От избирателей Были структуризированы Были отданы В работу По отделам Мы правда Получали Сначала Дежурную фразу О том что При наличии Средств Будет выполнено Теперь мы пошли По другим путям Вот тот путь Который я вам говорил По электроосвещенности Теперь мы будем Вот до конца года Я думаю что По многим Вопросов Которые сгруппированы От разных Депутатов По разным округам Должны будут Вылиться в программы Городские Там пяти Десяти лет Не может быть Чтобы мы понимали Какие средства Вообще нужны И в какую сторону Двигаться То есть называемые Ну это не дорожная карта Еще Но Не конкретный план действий Да Ну там Там вообще прописывается Конкретный Конкретный Конечно По периоду Да Ну можно назвать Просто Период Не годовой Или трехгодичный А Он может быть Больше Не бюджетный Да это там То же касается Ливневой канализации Освещенности Тротуаров Ну так далее И тому подобное А так как программа БКД Вот тоже сейчас Уже будет Не выборочной По региону Она будет федеральной То есть Есть и другие Способы Еще улучшения Качества дорог То есть Вместе с ДДХ Мы прорабатывали Сейчас в администрации Прорабатывает вопрос О ремонте Дорог с твердым покрытием К тем же СНТ Но при помощи Гранулята Который образуется Во время Ремонтных работ В городе И к местам Общественного пользования Местам общественного пользования Которые находятся Не только На территории Принадлежащей Муниципалитету Они могут проходить И так называемые Частные территории Проходы Пример Проход к школе К детскому садику Он может Идти через Домовую территорию Которая является Сейчас говорим Частой территорией Да Мы не имеем права Не имели раньше права Использовать Эти материалы Так как это Не муниципальная земля Хотя идет К муниципальному объекту Вот этот вопрос Мы надумали Проработали тоже И думаю Что он положительно Будет решен И будет использоваться В дальнейшем А пример Когда увидим Уже В следующем году Будет программа Есть надежды Да есть Что еще Отметите Ответить Что у меня была Внесена поправка В бюджет В октябре Прошлого года А выделение Средств на ремонт Грунтовых дорог К СНТ Она выполнена Даже с неким превышением Выполняется Будем говорить Выполняется Она не сделана Но не сдана еще Есть огрехи Которые будут устраняться То есть Вот такая помощь Садоводам Была оказана Кроме Что союз садоводов Сам Занимается Ремонтом дорог Еще у нас Городская администрация Тоже Помогла При поддержке Губернатора Решить этот вопрос Избиратели Часто вам спасибо Говорят Отлично Бывает Мы как-то Все о претензиях О претензиях О просьбах Говорим Наоборот За сделанную работу За выполненную просьбу Бывает Бывает Хорошо Пойдем дальше Давайте о проблеме парковок поговорим На прошлой неделе был градсовет Позвещен Нет К сожалению Не был Очередно Там рассматривался Пример дома Рядом с парком Гагарина На улице Орловской Да И сетименеджер Шульгин Был возмущен Что на двухэтажное По-моему Административное здание Всего семь парковочных мест Огромное количество уже лет Поднимается эта проблема Как сделать так Чтобы у нас соответствовало Количество Собственно Занимаемой территории В помещениях И количество стояночных мест Здесь тоже волевое решение Нужно администрации Как и в случае с детскими садами Обязательно новый микрорайон Обязательно социальный объект Есть закон Есть правила СНИП и ГОСТ Соблюдать Понятно Что при точной застройке Которой занимались В центре города Это не соблюдалось Но в новых микрорайонах Кто это запрещал Я вижу Принимаются дома На комиссиях Таких отклонений Я не вижу сейчас То есть они просто Эти проекты Не проходят Экспертизу Не проходят решения комиссии И возвращаются Поэтому я думаю Что те нормативы В новых строящихся домах Не в центре города Имеется ввиду Эти нормативы Сейчас соблюдаются А в центре города Что делать? В центре города Я думаю только одно решение проблем Это Когда будут средства Это строительство Многоуровневых стоянок Другого решения нет Еще вот я думаю Все же займутся Проблемой Для рассасывания Движения транспорта Это все же надо Я думаю Заниматься Решением Кругового движения Транспорта На перекрестках Убрать светофоры В определенных местах И плотно заняться Круговым движением Да Это сделано Во многих маленьких городах Европы И это все работает И не создаются пробки Это исключает Как раз Заторы Заторы На перекрестках Когда в одном направлении Бывает что этот круг Он может быть Диаметром 2 метра Всего лишь В центре Который создает Никаких больших пространств Для формирования круга Не надо С ГИБДД Вопрос уже обсуждался Потому что государственная инспекция У нас больше был вопрос Почему-то Не с ГИБДД Возникало С предыдущей администрации Когда эти предложения вносились Они вообще-то локти выставили Очень упорно Не знаю по какой причине Это что дорого Это что Они объясняют Что это невозможно Невозможно Ну это же Понятно что Просто это решали вопросы Которые не знают Как профессионально решить Эту проблему Давайте пригласим людей Которые знают Сколько лет в городе Кирове Нет зеленой волны Не знаю У меня водительский стаж 15 лет Я по большому счету Я никогда особо-то и не наблюдал Что это страшные деньги Нет не страшные деньги Но этим надо заниматься Хотеть надо заниматься просто Мы все время говорим Об уборке города Вот нет средств Нет средств Нет средств Да нет контроля просто За этой уборкой Та группа лиц Которые отвечают За контроль Практически не работает Это создает возможности Недоброкачественным Исполнителям работ Не тратить средства На уборку А получать За это деньги Потому что Разница в оценке 5 и 3 Достаточно существенная Если бы появилась оценка 3 У исполнителя работ То я думаю Они бы нашли Возможности И средства Для того Чтобы привести В должный порядок Закрепленные за ними Территории У нас нет Линейного контроля Как при Ремонте дорог Так и при уборке города Путь по которому Будем говорить Недостаточный А по чистоте уборки города Его вообще нет В моем понимании Если мы За предыдущих Несколько месяцев Не выписали Ни одного штрафа Это говорит о том Что служба контроля Не работает просто Мне вообще непонятно Какой-то молодой человек Появился И чем он занимается При штате Совсем не маленьком Эта структура называется Служба контроля И так далее И тому подобное А это новая Новая структура Когда из территориального управления Забрали людей Муниципального контроля Да Да Кстати да О ней пока мы ничего не знаем Хотя Нет мы знаем что она не работает А Вот это бы уже прозвучало И в вашем эфире Мы знаем что указ был подписан И вроде как она создана Я даже интервью видел Руководителя этой службы Как-то случайно А тот путь По которому Который уже избрали Многие города В том числе для улучшения Пропускной способности Дорог Приоритет общественного транспорта Над личным Надо в этом направлении Работать у нас в городе Как вы считаете Я думаю что надо Если что Полосы для общественного транспорта Ну придет время Да оно уже пришло На мой взгляд Ну да Тогда и не будет Ни гонки автобусов Не будут люди падать В автобусах Да Будет по другому Немножко Происходить Вообще транспортной системой Надо заниматься На научной основе А не методом гадания У нас есть университет Который Может у нас там нет специалистов Проводит свои изыскания И проводил изыскания Я не знаю Если у нас там специалисты Значит приглашайте Из других городов специалистов Вопросы Это не решение проблемы Еще пара-тройка минут Алгоритмы Движения транспорта Прорабатывать Решать вот такие проблемы Еще пара-тройка минут По поводу Внешнего облика Кирова Поинтересуюсь Вашим мнением Активно сейчас обсуждается Тема выработки Так называемого Дизайн-кода Да Требования к вывескам Рекламным конструкциям Да Я тоже занимаюсь этим вопросом И это только лишь одна Собственно сторона темы Это одна из тем Будущего урбанистического форума Как вы думаете Город созрел уже в целом Для того чтобы Жить по этим правилам Или тут тоже Созрел Созревает город От решения его руководства Как только руководство созреет И город Моментально созреет Потому что то что Сделано В внешнем оформлении города Ну понятно что Никакой критики Не выдерживает И те проблемы Которые сейчас решает Наш отдел Рекламы Это очень правильный подход Правила благоустройства Во-первых утверждены В них конечно будут еще Поправки вноситься Летом Изменения Это вообще просто Новые Правила Ну вот и отдел рекламы Мы вчера на комиссии Докладывали о тех преобразованиях Которые они вводят Я считаю что правильный подход Мы их корректируем В некоторых вопросах Но это должно преобразить город Потому что Неправильное засилие Рекламных конструкций Портит фасады зданий Особенно в исторической части города Я не говорю что реклама Это плохо Реклама должна быть Должна присутствовать Только она должна быть органична С той частью города В котором она размещается Если в исторической части Она должна быть В определенном порядке Размещаться В других частях Города может иметь Некие послабления От видов и форматов Ее размещения Но новый руководитель Рекламной службы Он слышит Видит все И я думаю что Юлия Михайловна Принят много мер По устранению тех недостатков Вы имеете ввиду руководителя Городская реклама МОК Начинать с какого-то Определенного участка И позже транслировать Это на На старой части Новые микрорайоны Приходить Она немножко по-разному идет Но в принципе да Если посмотреть С точки зрения бизнеса Все ли так будет гладко Бизнес не будет препятствовать Будет или не будет Есть правила игры Их устанавливать Их надо выполнять Просто я общался С замначальником управления Архитектуры города Ижевска По телефону С комментарий В программе Урбан взял Он сказал что Когда мы начинали Этот дресс-код вводить Ой дресс-код Ну понятно о чем я говорю Дизайн-код Когда мы вводить У нас предпринимательское сообщество Ровно на две части разделилось Одни Поняли что надо менять Другие живут еще в 90-х Они по-прежнему По принципу Чем ярче тем лучше Ну так это же От культуры все зависит Я вот на комиссии вчера Внес предложение о том Что если Это будет проработано Если Информационная реклама Соответствует В форме и виду Утвержденной городской администрации То ее даже согласовывать не надо будет Согласовывается только отклонение Это хорошо для бизнеса? Чиновникам уже не надо будет Не надо будет Не просить Владимир Администрация еще не согласилась Я внес Но я думаю что Мои коллеги проголосуют За это предложение Когда голосование? На ближайшем? На заседании Городумы? В октябре уже А в октябре Я только вне Истекает время нашей беседы Юрий Львович Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Спасибо Всего доброго Спасибо Всем до свидания Особое мнение На 101FM